Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про бобров, что они могут и как они живут со своей семьёй. Бобры, вы, наверное, каждый, вы мои подписчики, каждый думаете, для чего же бобрам нужны хвосты. Хвосты нужны для бобром, чтобы хранить там припасы и также предупредить других бобров об опасности. Бобры со своей семьёй живут два года. Достаточно того, чтобы бобря, когда они рождаются, они с семьёй должны прожить два года, а потом завести свою семью. Бобры, когда они чувствуют, что у них зубы уже не острые, то они должны грызть дерево. И когда они грызут дерево, лучше отдышаться от них подальше и не беспокоить их. Вот здесь покажу, вы видите картинку, где у бобра не уж строят зубы. Они очень милые и лучше их не трогать, когда они строят плотину или грызут дерево. Бобры, они такие, для укуса им надо очень довольно много силы. И у них, они лучше от них держаться подальше, когда у них работа или ещё что-то очень важное. Тем более, бобров лучше не завлекать ветками. Бобры, они очень внимательные животные. И чтобы родители их защитили, то довольно нужно, чтобы держаться. Когда бобры маленькие, они должны быть рядом с родителями каждый раз. Когда они уже взрослые, то они могут быть сами. Бобры, бобрята, когда они с самого рождения, уже умеют строить плотины. Сначала, когда они маленькие, они строят плотины только с веточек. Бобры, они работают своими челюстями очень быстро. Довольно нужен один день, чтобы одному бобру прегрызть целое дерево. Здесь показано, как бобер один, он прогрыз целое дерево. Это удивительное зрелище. Бобров, девочек, легко отличить от мальчиков, потому что мальчики, бобры, они тёмные, а девочки светлые. Бобры, когда они строят плотины, то они довольны, чтобы, когда они переносят большую древесину, то довольны, чтобы перенести тёмно в берег или на другую сторону, то довольно нужно два бобра, чтобы один бобёр с одной стороны везёт, другой с другой. Бередними лапками они хватают древесину, а задними они грибут. Когда бобры под водой, они тоже, они тоже, как бы, они грибут тоже лапками, то есть им не хвосты, им не нужны под водой, чтобы они могли... То есть это как руль, когда человек везёт машину, у него же есть руль, вот. А бобры, когда они под водой, то им хвост служит, как рулём. Передние лапы для управления и выдержки, а задние, как мотор. На этом всё, ребята. Напишите в комментариях, про кого вы хотели, чтобы я вам рассказала, или что-то ещё узнать о вопросах, то, что я не смогла рассказать вам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok